Сегодня продолжается полным ходом восстановление сельских территорий. Ежедневно группы волонтёров отправляются в поддержку жителям деревень. Они приводят в порядок улицы и жилища селян. В Новонекольске сильно пострадало шесть домов. Аэродром шла оттуда, через огород. Мы знаем, там военные неправильно отвели воду свой аэродром. И всё. И оно вот так через город. Да, оно валом. Знаете, и оттуда, и там у нас кувет ещё есть. Сейчас уже не повод паниковать. Новонекольцы приводят своё имущество в порядок. Видимых луж здесь уже нет. А вот подвалы затоплены. У нас точно есть возможность взять и точно домам помогать, когда проблема такая есть. Взяли быстро МЧС, они выкачали и соль. Они хотят секунду. Борисовка пострадала чуть сильнее. Но и здесь ситуация стабилизируется. В этом населённом пункте основной удар стихии приняли несколько домов. Спасать имущество не было времени. В тот момент думали о спасении людей. Мы у вас приехали, всё описали? Да, приезжали. Вроде были приезжали? Нет, приезжали. Может, не важно, чтобы всё описать? Приезжали, приезжали. Потому что нам нужно срочно выдать вам деньги. Прежде чем получить компенсацию, нужно оформить документы. Эта работа ведётся и в городе, и в сёлах. Как говорят руководители сельских территорий, они уже не первые сутки на боевом посту. Сначала спасали людей. Теперь оценивают ущерб. Нам это делать надо срочно. Губернатор держит всё это на личном контроле. Я два раза в день ему докладываю, как происходит. Потому что это делать надо очень быстро, чтобы мы получили деньги и краевые, и федеральные, чтобы до зимы люди смогли сделать ремонты в своих домах, чтобы в зиму уже вступили в нормальное жилище. Это самая главная сейчас наша задача. Село приводится в порядок. 2 и 3 сентября проводилась откачка воды в общественных колодцах, наиболее пострадавших от наводнения и их дезинфекция. Самые пострадавшие улицы в Борисовке 50 лет октября – Лозо и Строительное. Это те улицы, где вода была в домах. Им ещё предстоит восстанавливать дома и обживать их с нуля. Но ведь самое страшное позади. Стихия отступила. Теперь всем вместе нужно сообща продолжать бороться дальше. И с удвоенной энергией наслаждаться жизнью.